Быть или не быть. Это действительно очень хороший вопрос. Спаситель вложил в него более глубокий смысл, сделав его важным доктринальным вопросом для каждого из нас. Какого образом уже и женщины должны вы быть? Истинно говорю вам, вы должны быть подобными мне. Чтобы стать такими, как Он, мы должны делать то же, что делал Он. Истинно говорю я вам, сие есть Мое Евангелие, и вы знаете, что вам полагается делать в Моей Церкви. Ибо дела, которые, как вы видели, Я совершал, вы также должны совершать. Быть и делать неотделимы друг от друга, как взаимосвязанные, взаимозависимые учения. Они усиливают и подчеркивают важные значения друг друга. Например, вера вдохновляет человека молиться, а молитва укрепляет веру. Спаситель часто осуждал тех, кто делал, но при этом не был, называя их лицемерами. Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Делать, но не быть — это лицемерие, или симуляция того, чего нет на самом деле, то есть притворство. И наоборот, быть, но не делать не имеет смысла, ибо вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. На самом деле, быть, но не делать, значит и не быть, поскольку считать себя хорошим только из-за того, что у тебя благие намерения — это самообман. Делать, но не быть — значит пытаться представить другим свой ненастоящий облик, в то время как быть, но не делать — значит представлять свой ложный облик самому себе. Спаситель осуждал книжников-фарисеев за их лицемерие. Горе вам, книжники и фарисеи-лицемеры, что даете десятину. То есть они что-то делали с мяты, с аниса и тмина, и оставляли важнейшее в законе — суд, милость и веру. Они не были тем, кем должны были быть. Признавая важное значение того, что нужно делать, Спаситель называет «быть важнейшим». Важнейшее значение необходимости «быть» иллюстрируется в следующих примерах. Погружение в воды крещения — это то, что мы делаем. Предшествующее этому «быть» подразумевает веру в Суса Христа и великую перемену сердца. Принятие причастия — это то, что мы делаем. Но быть достойным принятия причастия — это намного важнее. Многие из нас пишут списки того, что нужно сделать, напоминая себе о том, что необходимо выполнять. Но люди редко составляют списки того, кем нам необходимо быть. Почему? Делать это действие или событие, выполнив которое, можно поставить галочку. Но «быть» такого не может. Вы не можете поставить галочки в списке того, кем вы должны быть. Я могу пригласить жену на свидание и провести с ней чудесный вечер в пятницу. И это относится к категории «делать». Но быть хорошим мужем — это не событие. Это должно стать частью моей природы, моего характера или того, кто я есть на самом деле. Или как родитель. Когда я смогу поставить в своем списке галочку напротив своего ребенка? Обозначить его как то, что сделано. Мы никогда не перестаем быть хорошими родителями. И чтобы быть хорошими родителями, нам необходимо учить своих детей одну из самых важных истин — как быть более похожими на Спасителя. Христианские «быть» невозможно увидеть, но они служат движущей силой того, что мы делаем. А это уже заметно людям. Когда родители помогают своему ребенку учиться ходить, мы видим, что они что-то делают. Например, поддерживают и хвалят ребенка. В этих действиях проявляется невидимая глазу любовь, согревающая их сердца, а также неизмеримая вера в потенциал своего ребенка и надежды. Поскольку быть порождает делать и служит ему мотивацией, обучение тому, чтобы быть, более эффективно влияет на поведение, чем стремление сосредоточиться на том, что нужно для этого делать. Когда дети плохо себя ведут, скажем, когда ссорятся друг с другом, часто бывает так, что мы направляем наши дисциплинарные меры в неправильном направлении, а именно против того, что они сделали, или против ссоры, которую мы наблюдаем, но их действия, их поведение – всего лишь признак невидимого повода, зародившегося в их сердце. Мы могли бы задать себе вопрос, какие качества, понятные ребенку, смогут предотвратить подобные в дальнейшем? Терпение и готовность прощать, когда ты раздражен, или любовь и стремление быть миротворцем, готовность взять на себя ответственность за свои поступки, а не обвинять других? Как родители могут воспитывать эти качества в своих детях? Лучше всего мы обучаем своих детей и проявляем христианские качества в том, что приумочаем их к дисциплине. Мы не должны делать этого в гневе. Мы можем и должны приучать их к дисциплине так, как об этом сказано в книге «Учения и Заветы» – убеждением, долготерпением, мягкосердечем и кротостью, и любовью непритворной, добротой и совершенным знанием. Это и есть все те христианские быть, которые должны стать частью нас самих, как родителей и учеников Христа. Благодаря наказанию ребенок узнает о последствиях своих поступков. Такие моменты полезно превращать из негативных в положительные. Спросите ребенка, чему он научился на своей ошибке или на своем поступке, что даст вам, главное, Духу, возможность коснуться его сердца и обучать его. Если мы преподаем учение Духом, это учение обретает силу изменить со временем саму природу ребенка, что относится к категории «быть». Алма описывает этот же принцип. Слово проповеди глубоко влияло на народ, побуждая его праведно поступать. Да, и оно имело более сильное влияние на мысли народа, нежели меч или что его иное. Почему? Потому что меч направлен на наказание за определенное поведение, то есть категория «делать», в то время как проповедование слова изменяло саму сущность народу, то, кем они были или могли стать. Милый и послушный ребенок дает возможность своему отцу или матери пройти начальный курс подготовки родителей. Если вы благословлены ребенком, который испытывает ваше терпение на все сто, вы сможете окончить высшую школу подготовки родителей. И вместо того, чтобы задавать себе вопрос о том, чем вы провинились в предземной жизни, чтобы заслужить такое, можно считать трудного ребенка благословением и возможностью стать более похожим на Бога. С каким ребенком ваше смирение, долготерпение и другие христианские качества имеют возможность больше закалиться, развиться и усовершенствоваться? Может быть, вы нуждаетесь в этом ребенке не меньше, чем он нуждается в вас? Каждому из нас знаком совет осуждать грех, а не грешника. Точно так же, когда наши дети плохо себя ведут, мы должны быть осторожными, чтобы наши слова не заставили их подумать, что совершенные им поступки – это то, кто они есть на самом деле. Никогда не позволяйте неудаче перекинуться с действия на личность, что сопровоздаются соответствующими ярлыками – глупый, ленивый или неукружий. Наши дети – это дети Бога, и в этом их истинная сущность и потенциал. И план Бога состоит в том, чтобы помочь своим детям исправить ошибки и поступки, совершенствоваться и стать такими, как он есть. Поэтому можно считать неудовлетворительное поведение временным, а не постоянным явлением, действием, а не сущностью. Представление о сущности человека иногда смещается, когда мы спрашиваем ребенка, кем он хочет быть, став взрослым. Как будто то, что человек делает, зарабатывая деньги, – это то, кто он есть на самом деле. Ни профессии, ни имущество не должны определять сущность человека. Спаситель был скромным плотником, но разве это служит мерилом его жизни? Помогая ребенку понять, кто он есть на самом деле, и поднимая его самооценку, мы можем должным образом похвалить его за его достижения или поведение, за то, что он сделал. Но будет гораздо мудрее прежде всего хвалить его за характер и убеждения, то есть за то, кто он есть. Чтобы с мудростью похвалить ребенка за его участие в спортивных играх, нужно сделать это через призму категории «быть», отметить его энергичность, настойчивость, самобладание и так далее. Когда мы поручаем детям выполнять какую-то работу по дому, нужно найти возможность похвалить их за то, кто они есть. Например, «Я так рад, когда ты выполняешь свои обязанности с такой готовностью». Когда ребенок приносит из школы дневник, можно похвалить его за хорошие оценки, но гораздо полезнее похвалить его за усердие. Ты выполнял все домашние задания, ты знаешь, как разобраться и справиться с самыми сложными вопросами. Я очень горжусь тобой. Вот наши слова. Во время семейного изучения Священных Писаний старайтесь найти и обсудить примеры христианских качеств, о которых вы прочитали в этот день, поскольку качества, присущие Христу, — это дар Бога. Молитесь об этих дарах. Время от времени беседуйте за обеденным столом об этих качествах, особенно о тех, которые вы нашли в Священных Писаниях тем утром. Как ты проявил себя сегодня, как хороший друг? Заслужил ли ты сегодня доверие? Проявил ли честность? В Священных Писаниях описано много качеств, которым необходимо учить и учиться. Самый важный способ научить своих детей тому, какими нужно быть, — это быть для них такими родителями, какими для нас является Небесный Отец. Он единственный и совершенный родитель, и Он передал нам Своё подобие и пособие по воспитанию детей. Моё сегодняшнее выступление было адресовано в основном родителям, но эти принципы касаются каждого. И пусть ваши старания развивать в себе качества, подобные Христу, будут успешными, чтобы ваши лица смогли уподобиться образу Его, а Его качество проявляясь в вашем поведении. И об этом я молюсь и свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...